Кремля в Сирии 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 Я хочу, чтобы этот проект был долгосрочным, рос и расширялся. Большие планы для ресторана, который одновременно предлагает вкусно поесть и устраняет социальные барьеры. Большие планы для ресторана. Объявил об отзыве одного миллиона смартфонов США. Перед этим компания получила около 100 жалоб на перегрев аккумуляторов. Более 20 человек получили ожоги. В 50 с лишним случаях повредилось имущество. Владельцам предложили вернуть пожароопасные смартфоны или обменять их на новые из проверенной партии. Однако в компанию вновь посыпались жалобы на самовозгорание устройств, причем и на те, которые клиенты получили уже после обмена. Ранее производитель назвал причиной брака некачественные аккумуляторы. Их поставляла дочерняя компания корпорации. Но эксперты полагают, что в самовозгорании виновны не только батареи. Возможно, что-то не так в микросхемах телефона. И Samsung пропустил это. Теперь им надо устранить неисправность. Потребители начинают серьезно опасаться покупать продукцию Samsung. «Я собирался купить его. Это была флагманская модель компании Samsung. Теперь я сильно разочарован низким качеством продукции, которую хотел приобрести. Надеюсь, Samsung исправит брак в ближайшее время и возобновит продажи». «Я, например, не хочу, чтобы мой телефон взорвался прямо у меня в руке. Поэтому я, наверное, лучше куплю айфон». Теперь многие считают, что компании Samsung будет трудно вернуть доверие потребителей. «Думаю, этот инцидент с возгоранием батарей смартфонов Galaxy Note 7 навредил репутации бренда. Её будет трудно восстановить даже с выпуском нового смартфона». «Безусловно, Samsung переживёт это. Но инцидент подпортил имидж компании. Ей теперь придётся снова рекламировать себя и возвращать доверие покупателей». Отзыв Galaxy Note 7 стал самым масштабным для компании Samsung. Один из ведущих производителей смартфонов всегда называл своим главным достоинством качество продукции. В США делали тыквы для Хэллоуина под водой. Конкурс проходит ежегодно у берегов Флориды. Но в этот раз он был не совсем обычным. Тематика предстоящих президентских выборов в стране преобладает. Участники погружались на 10-метровую глубину. Там, среди кораллов и любопытных рыб, вырезали и украшали свою тыкву. Удержать её на дне, чтобы не сплыла, тяжело. Победительницей становится эта – неопределившийся избиратель. Выпученные глаза, распростёртые в стороны руки и отвертка в голове. Авторы творения – местные жительницы Яна и её 13-летняя дочь, юная дайверша Жаклин. Ну а по соседству тыквы в виде главных кандидатов на пост президента Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok